Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях Мисс Украина Вселенная 2016 года Алена Спаданюк, а также глава Оргкомитета конкурса Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова. Здравствуйте. Мы вас поздравляем и с проведением конкурса, и с победой. Алена, поздравляю. Желаем всего самого лучшего. Победы на мировом конкурсе. Приступим к вопросам о читателе. Первый вопрос у нас задает Ирина. Алена, вот уже больше суток, вы главная красавица страны. Поздравляем. Расскажите, какие ощущения? Тяжела ли корона, мисс Украина Вселенная? Спасибо за вопрос. Вы знаете, мои ощущения очень незабываемы и очень неожиданны, потому что я самая младшая участница, и мне, наверное, было длиннее всего. Корона, я еще не могу сказать, потому что прошло очень мало времени. Ну, а были какие-то у вас ощущения, признаменования, что именно вы станете победительницей? Знаете, бывает накануне там что-то, или какие-то знаки бывают мистические. Ну, всякое уже знамение было. Да, мне приснился сон, что у меня было интервью, вокруг много людей, но я не знала, почему именно, по какому году. В 29-м вечером я поняла, почему полный сон. Здорово, очень интересно. А сам конкурс, сложно ли было участвовать? Сколько я знаю, это первый для вас конкурс высоты, да? Сколько делась подготовка? А как сам конкурс? Тяжело ли было морально, физически? Вы знаете, тяжелее всего было собраться, взять себя в руки. Моя подготовка началась ровно с того момента, когда я прошла кастинг. Я поняла, что я буду участвовать, и нужно подготовить себя. А на кастинг вы как попали? Кто-то потолкнул, посоветовал, учитывая, что вы не участвовали раньше в подготовке. Мне исполнилось 18 лет, как раз когда можно начинать участвовать, я увидела рекламу и решила себя попробовать. Пришла и прошла. То есть сами, да? Да. С рекомендацией? То есть вы были уверены в своей красоте, да? Вы придете и победите. Каждая девушка, какая идет на кастинг, уверена в себе. Ну, далеко не каждая девушка в принципе уверена в себе. Вы знаете, я могу сказать, что когда у нас был кастинг, и у нас были журналисты, там на кастинге присутствовали, и ко мне подходит журналист и говорит, «Аня, ты видела эту девушку?» Я говорю, «Какую? Вот у вас такая была девушка, вот такая-такая, начинает описывать мне девушку, похожую на Алену. Ты знаешь, мне кажется, она у вас будет победительницей. Вы к ней присмотритесь». Вот, и я вот буквально, когда это произошло, вспоминала ее слова, да, и вспомнила, что это речь была об Алене. Тогда, видите, вот уже тогда делали наставку, что Алена может быть победительницей. А раньше вы в каком-то модельном агентстве не работали, не учились? Нет, у меня были предложения, но я была в спорте, и я не могла отказываться. Ну, а сам конкурс, сложно ли вам было морально, физически, опять же, сколько длилось по времени само мероприятие, сколько вы готовились к этому мероприятию? К мероприятию мы готовились всю неделю, все участницы. Мероприятие длилось несколько часов, и было несложно. Я еще с вечера себе подготовила, не нервничать, не переживать, и так прошло все, я очень себя покажусь. А вот насколько спорт дал вам, ну, то есть вот эта вера в победу и умение переносить какие-то физические наградки, насколько вот спорт помог вам? Вот вы знаете, именно спорт, да, мои силы, терпение, выносливость, вера в себя. Вы знаете, накануне, кстати, Алена, накануне финала Алена заболела. Она еще одной девушке была температура, они расстыдились возле кондиционера, и Алене было очень плохо, у нее поднялась высокая температура. Мы вообще переживали о том, что, возможно, будет такой, что придется вызвать скорую, и на сцену мы боялись, что мы потеряем еще одну участницу нашего конкурса. Но, слава Богу, наверное, была правдой благодаря, да, потому что она спортсменка, она сумела собраться и даже договориться со своим организмом. Есть вопрос касательно спорта, Алена читала, что вы были в Олимпийском резерве по гандболу. Почему же ушли из спорта, ведь такие перспективы были? Перспективы были, но я все-таки считаю, что это не женский вид спорта, это очень тяжело и очень трагматично. Когда я получила первую травму, я все-таки выбрала для себя образование и другое направление. Почему вы вообще выбрали этот вид спорта удивительно? Знаете, это случилось так же, как и с кастингом. Узнала, стало интересно, решила попробовать, получилось и осталось. А вот рост гандболистки разве такие высокие? Они все такие? Ну, большая часть, да. Серьезно? Мой рост. Не, ну вот, а вы просто расскажите, ну, о гандболе. Я говорю, что я первая встречаю такой красивый гандболист. Я занималась пять лет, три из каких были в сборной. Это командный вид спорта. И почему я еще ушла? Потому что, если кто-то из команды не хочет, очень тяжело всей группе вывести игру. Я больше сторонник другого, одиночного. То есть, а сколько в команде гандболистов человек? Семь. Семь. Ну, то есть, это сложно, это женские, то есть, семь женщин, постоянно вместе. Женщины, да, очень тяжело работать в команде женщин. То есть, даже маленьких женщин, там уже было двенадцать лет. Ну, скоро Арлене предстоит работать в команде, где сто самых насильных женщин, и все очень амбициозные. Поэтому, умные дети, что ее подготовка в гандболе ей очень поможет. Ну, у вас просто такая статура, как говорят по-украински, это, наверное, все-таки из-за спорта. То есть, у вас такая красивая спина, ровная. Видимо, да? Да, спорт точно. Да, спорт точно. Осанка вам дала. Света пишет нам далее. Анна, довольны ли вы победительницей, или, может быть, в душе вы болели за другую красавицу? Ну, я могу сказать, что у меня было несколько фавориток, Алена была в том числе. Но я всегда, человек, который занимается этим конкурсом уже много лет, боюсь всего одного. Когда выбирают девушку, для меня самое важное, ну, пусть даже, наверное, не какие-то внешние выдающиеся данные, хотя это, конечно, бесспорно очень важно, но я хотела бы, чтобы она была хорошим человеком. Потому что это не лавры славы, когда ты становишься звездой, и ты звезда, и ты мерцаешь. Ты работаешь каждый день, это кропотливый труд, это подготовка, это умение где-то не поспать, где-то чем-то себе отказать, чем-то пожертвовать. Алена уже за эти два дня это ощутила на себе. Вот, поэтому для меня важен был характер. И я, кстати, выделяла всегда Алену, как я всегда говорила, что это одна из самых таких покладистых, хороших девочек, которые слушаются, которые не спорят. И я обратила на нее очень такое пристальное внимание уже тогда, когда они поехали в Чернобыль, у них была экскурсия, посвященная совместно с благотворительным фондом. Они поехали туда на экскурсию. Когда она вернулась, в своем инстаграме она написала очень красивый пост, как раз который связан был с 30-летием трагедии на Чернобыле. И это было так душевно красиво взрослому, что я не удержалась, я набрала Алену и спросила, кто писал тебе этот текст? Скажи, пожалуйста. Возможно, ты ходишь вместе со сценаристом, с каким-то. Кто этот человек? На что она мне сказала, очень скромно, Анна, вы знаете, я писала это сама от души, меня так тронула наша поездка. Я подумала, о боже, если она пишет такие тексты в 18 лет, то это очень непростая девочка. А сколько вообще в кастинге было девушек? Изначально у нас было очень много заявок. Считаю, очень любят девочки наш конкурс, и все хотят попробовать свои силы. В этом году было вот как-то очень много, правда, заявок. И очень сильный, хороший достаточно состав девочек. Вот, изначально мы отбирали и по анкетам, и по девочкам, которые приходили к нам на дорожный кастинг в торговый центр, сделали в этом году так, чтобы все, кто хочет, мог попасть и попробовать свои силы. Не все, к сожалению, приехали, потому что доехали до Киева, из регионов. У всех есть, конечно, возможности, к сожалению. И какие-то моменты по тому, что совпало с экзаменами, да, вот тоже нам не повезло, вот такой период. Вот, но команда, это 15 финалистов, которые были сформированы в итоге по всем предварительным составу жюри. И эти девушки стали участницами конкурса «Мисс Крым Вселенная». Одна девушка в ходе конкурса выбыла, такое бывает. Поэтому их осталось 14 уже на момент финала. Это связано со здоровьем? Нет, это связано, к сожалению, с тем, что она нарушила определенные регламенты конкурса, и нам пришлось ее исключить. Ничего себе. Да, такое бывает. Ален, а во время конкурса были какие-то казусы? Ну, бывает, там, каблуки ломаются, и плавно платье можно наступить в ремоподобном конкурсе. Вы знаете, ничего такого не было, хотя некоторые девушки ожидали, побаивались этого. Но благодаря Айне собрали такой коллектив, такой состав девушек. Все девушки очень опытные, они не первый раз принимают участие в подобных масштабных мероприятиях. И все происходило так тепло и подружески. Все помогали друг другу в последний момент. Очень приятно. То есть какой-то остро конкуренция не чувствовалась, да? Конечно, наоборот, была поддержка. У них еще была режиссер Ирина Леденко. Там у нее не забалуешь, там все четко. А те находились смельчаки, которые пытались не спорить, кстати. Я могу сказать, что Алена говорит, что состав в этом году был такой, что собралось очень много личностей со своими характерами, со своими взглядами на жизнь. Очень такие девушки, очень амбициозные, могу сказать. И я думаю, что им пришлось не сладко. Если честно, это мое мнение относительно того, как было. Потому что были группировки, разбивания на группы, какие-то свои моменты. Но в целом это не отразилось ни на чем, слава богу, ни на процессе. Не было никаких ссор, подстав, ничего. Но это был амбициозный состав. Ну, они недолго вместе просто провели. Да, месяц. Ой, месяц, господи, в неделю всего. Сегодня, да. Саня спрашивает далее. Алена, вы родом из Крыма. Откуда именно и трудно ли было принять решение уехать в Киев? Да, я из Крыма, я из Севастополя. Вы знаете, мое решение уехать в Киев, мне кажется, было прогнозируемым, потому что я в спорте провела очень много лет здесь. Я безумно влюбилась в Киев. По тех людей, какие здесь, они отличаются. И я собиралась поступать сюда, в Киев. То есть я тут поступаю сейчас. А вы давно переехали в Киев? Ну, последние пару лет я живу здесь. А получается, что это высокомолодежная господи сборная. То есть вы жили в интернате? Да, это киевский спортивный центр. Ну, а домой ездите, получается? Да, ешь домой. Еще тут продолжение вопроса. Вам 18 лет, прекрасный возраст. Хорошо ли быть молодой? Знаете, очень круто. Всем же попробовать. Да, это прекрасный возраст. Это прекрасный возраст для того, чтобы что-то начать. Это старт, старт карьер в модельном и в каком-то хобби попробовать себя. Вы ощущаете, что время бежит быстро или что надо торопиться? Или вам кажется, что все впереди? Знаете, я еще так не думаю. 18 лет еще рано тогда. Ну, не, она же умная девочка. Вот мне интересно. Ну, то есть вы свои цели жизненные уже все достроили. То есть вы понимаете, что... Постраиваю еще в процессе. Впереди у вас институт сейчас. Это самое главное, да? Ну, то есть и Мисс Вселенная, и выступление в институте. А куда вы собираетесь поступать? Здесь есть просто вопрос. На какой факультет, куда? В Киевский национальный институт искусств. Это Погласка. Я хочу стать телеведущей. Телеведущей? Телеведущей. Кстати, вчера у Алены был первый самый эфир в жизни на Снитанке с 1 плюс 1. И я думаю, что она поразила ведущих умением говорить. На самом деле очень бывает. Редко, что девушка может хорошо формулировать слова и говорить. У нас сталкивались с разными девушками, для которых это было проблемой. И я вчера посмотрела в эту эфир и увидела, что у Алены с этим проблем нет. И более того, ей даже уже сделали пробу вчера. Представь, что ты уже ведущая. И она говорила на украинском языке речь определенную. И ведущие сказали, что у нее все шансы стать хорошей и неплохой ведущей. Поэтому, если она сейчас продолжит свое обучение, то она, я думаю, что есть все шансы, что благодаря, возможно, титулу ее сложится какая-то еще и телевизионная. Да, это не пишет. И ведущие, как вы понимаете, институт не дает такой гарантии, что вы сможете попасть на канал, но титул вполне. Вам понравилось перед камерами работать? Да, очень. Такой небольшой мастер-класс. Я долго мечтала посмотреть, как это происходит. Вот я попала и точно убедилась, что вот это мое. Я хочу пробовать себя в этом направлении. Правильно я понимаю, впереди у вас сейчас вступительные экзамены. Вы собираетесь поступать. И параллельно вы будете участвовать в подготовке к конкурсу населения? Да, совершенно верно. А когда начнется подготовка к конкурсу? Она уже началась с того момента, когда мы выбрали Алену. Сейчас у нас есть какие-то формальности, которые мы должны заполнить. Мы должны взять фотосессию. Мы должны разработать программу, по которой будет тренироваться Алена. Что касается внешности каких-то улучшений, мы сделаем много. Но то, чтобы фигура Алены стала немножко другой, есть не чем работать. Для того, чтобы это было на сцене по-другому, красиво. Мы будем заниматься уроки макияжа, прически. Хотя на самом деле Алене это не нужно. Как оказалось, она сегодня сама сделает прическу и макияж. Евдокия Кишин, далее Анна. В этом году вы впервые проводите конкурс без Александры Рафин. Это как-то сказалось на его организации. Когда и где в этом году будет проходить миссия? Да, мы провозим впервые без Александры, которая уже продала этот конкурс. И мне ее лично не хватает. Я привыкла работать с Сашей много лет. И у нас всегда было все коллегиально. Ни одно решение мы не принимали без Саши. И бывали моменты, что мне хотелось позвонить, сказать, Саша, а что делать? Но благодаря, конечно же, стольким летам, годам работы с ней, у меня появилось очень много опыта, которую я могу сейчас реализовать. Я очень благодарна за все, за доверие, которое она мне оказала, и за возможность, которую она мне дала. И благодаря ее наработкам, советам, мы, я надеюсь, что будем продолжать продвигать этот бренд в Украине. И, возможно, постараемся добиться каких-то даже результатов на Миссисе. Ну вот, в связи с экономическими какими-то такими испадами, насколько легко, непросто проводить этот конкурс? Ну, было сложно, скажу честно, проводить его, когда была война. Сейчас ситуация выровнялась, и нам удалось в этом году привлечь достаточно много спонсоров, на удивление, да, которые поддержали, которые поверили, мы им очень сильно за это благодарны. И, учитывая, что бренд известный, готовить девочку не так сложно сейчас, потому что у нас есть очень много спонсоров, которые, это платья, бренды, которые хотят продвигать себя, это модельеры, которым интересно сотрудничество, они сами предлагают нам свои услуги. То есть, поэтому какой-то большой проблемой финансовой для нас не стоит, да, вот эти вещи, которые мы можем там, да, купить в подготовке и посотрудничать с определенными людьми, которые тоже могут нам в этом помочь. Ну, то есть, подготовка к конкурсу – это большой-большой такой кворум, кворум заинтересованных и богатых людей, я так понимаю. Ну, хорошо, зато выглядит красиво. А где в этом году проходит Миссис Селена? Мы пока еще не знаем, где будет проходить, когда точно конкурс, еще официальную информацию Комитет Миссис Селена нам предоставил. А вот в прошлые годы девочки в ходе подготовки ездили в Америку, там с ними работали специалисты, будет ли в этом году такая поездка? Ну, всегда раньше поездки в Америку организовала Александра Рафин, это была полностью, да, ее инициатива и финансирование. Если у нас получится в этом году, может быть, мы воспользуемся какими-то связями, мы еще не думали об этом, как построить план, да, подготовки. И пока, наверное, начнем заниматься в Украине, работать с теми специалистами, которые здесь есть. Вот, если будет возможность, то поедем в Америку. А вот что самое главное все-таки нужно девочке воспитать, для того, чтобы она не боялась ехать на конкурс Миссис Вселенная? То есть самые основные такие пункты, которые в ней должны быть, чтобы она была настоящим бойцом? Ну, знаете, это очень хороший вопрос, спасибо за него. И мне кажется, что самое важное, это, во-первых, найти проблемные моменты, выявить человека, которым ты будешь работать, ты понимаешь, что они могут быть проблемными. И в данном случае с Аленой мы очень много усилий будем направлять на то, чтобы Алена могла легко и плавно и грациозно двигаться. Возможно, это будут танцы, мы уже думали о том, чтобы Алена стала танцевать и развила пластику, поскольку все-таки прошлое гандбола, оно сказывается на ее определенной походке, на ее манере двигаться. Есть какие-то рисковатые моменты, то есть это то, что не видно, может быть, аудитории, да, широкой, но это видно мне, например, да, и людям, которые занимались с ней дефилею. Поэтому мы делаем очень большой акцент именно на это. Каких-то глобальных проблем с тем, чтобы уметь говорить, вести себя в кадре, у Алены нету, нам повезло с участницей, потому что она, вы видите сами, все в порядке в этом отношении, да, ее можно даже в политику отпускать часы и давать пресс-конференцию, она хорошо держится, не боится, смело, красиво говорит, вот, и слава Богу, все. Поэтому, думаю, что мы построим именно так. Конечно же, нужно будет придумать какой-то ее бьюти-стиль, ее имидж, с которым она представится на сцене «Мисс Вселенная» всем. Возможно, мы подумаем немножечко что-то еще с цветом волос, возможно, это будет какой-то определенный мейк, который мы будем подопирать. Конечно, нам надо пошить сейчас и вечернее платье, и платье для съемок, заняться гардеробом. У нас, благодаря Александре, есть достаточно много осталось вещей, которые являются, да, конкурсным гардеробом, так называем, будем с ним, в том числе работать, будем что-то докупать, вот, будем учитывать национальный костюм обязательно, это всегда для нас очень важный такой этап в подготовке. К счастью, я надеюсь, что у нас будет достаточно много времени, потому что, как вот сейчас достался конкурс, и мы не знаем, когда будет «Мисс Лена», но он не явно не будет через месяц, поэтому время у нас еще будет. Вот по поводу цвета волос, нам нравится все. Вам нравится? Нам нравится. Совершенству нет пределок. Возможно, это будут какие-то, знаете, мы, возможно, это будут какие-то полутона или легкие, какие-то легкое мелирование, что-то такое очень оттеночное. Мы еще пока не обсуждали со стилистами по волосам, но чтобы со сцены этого волосы выглядели хорошо, иногда достаточно каких-то мелких штрихов, которые незаметны, но они будут хорошо работать в кадре. И я тоже уже как бы с Аленой много говорили об этом, что важно очень сильно, как, не так, может быть, так, как ты выглядишь в жизни, не так, как ты выглядишь на фото, потому что на Месселенной тебя все время фотографируют. Ты все время в кадре, очень важно уметь знать свои сильные и слабые стороны, важно уметь знать свои ракурсы, уметь работать с своим лицом, быть в кадре главной и всегда хорошо выглядеть, конечно же. Ну да, быть в кадре главной, да, ведь их 100 человек, и получается, как ты станешь, да, уметь встать в центре, привлечь к себе внимание. Нам повезло с Аленой, у нее рост 1,81 метра без каблуков, поэтому я надеюсь, что это тоже будет ее конкурентным преимуществом. Вопрос пришел только что к нам на сайт. Алена, ваше отношение к пластической хирургии, готовы ли вы что-то в себе из-за них хирургическим путем? Если это потребуется. Ну, знаете, мне кажется, рано об этом говорить, но если это нужно, то почему бы нет. Но я не считаю, что мне стоит что-то менять. Меня все устраивает, надеюсь, оно хорошо. У нас все устраивает. А для конкурса Мисс Селена там запрещена пластическая хирургия? Нет, нет таких правил. И более того, он проходит в Америке. Америка – это страна, где пластическая хирургия поставлена на уровень, который не вызывает какого-то... Знаете, когда у нас человек делает пластическую операцию, и все говорят, о боже, она сделала пластику. Там для них это все равно, что ты попал к стоматологу. Потому что другая культура, почему ты не можешь усовершенствовать себя и что-то сделать лучше. Тем более, понимаете, когда речь идет о профессиональных моделях и красавицах, то очень важно, как я уже говорила, ракурсы фото. И бывают моменты, когда у девочки кончик носа немножко не такой в жизни, она совершенно нормальная, а в кадре это дает определенную тень, или это что-то там, на что-то влияет, да. И бывают существенные нюансы, которые нужно подправить для того, чтобы это было идеальное фото. Потому что я считаю, если хотите моего мнения, я считаю более нечестно фотошопить бесконечно фотографии. Да, исправлять черты и давать это людям. Надо более честно пойти и сделать это изменение, и быть с ним, да, и признать это, ежели скрывать какие-то недостатки при помощи фотошопа. Главное не переборщить, потому что вот эти все переборщивания с губами и с подтяжкой. Главное, если Соксана, не переборщи, все будет хорошо. Да нет, ну и... Тем более у нас был уже и классический хирург. Да, да, да. Алену, к счастью, не дал никаких рекомендаций относительно того, что ей нужно сделать. Вот, но если что, оставил свою визитную карточку. Ну, руки сижу. Да, поэтому, если что, воспользуемся обязательно его приглашением. Лена пишет нам далее. Алена, многие интересуются Вашим собственным рецептом красоты. Что девушка должна делать, а чего не должна? Ну, опять-таки, я еще юна, и никаких особых рецептов красоты у меня нет. Но прежде всего это питание, диеты и, конечно же, спорт. Тело должно быть в тонусе, в форме. И если это здорово, это сразу видно. Это естественная красота. А какими видами спорта Вы сейчас занимаетесь? На данный момент это фитнес, тренажерный зал. Плавания нет? Иногда. Иногда. А вот по поводу диеты. В 18 лет никто из нас, если честно, не задумывался про диеты. Вы думаете? Мы же задумывались, не выполняли. А все на этих килетрах? Нет, я в этом задумываюсь. Я стараюсь избегать неправильной пищи. В основном это овощи, фрукты, соки. А вот всякие веселенькие там коктейлики алкогольные Вы потребляете, курите? Нет, я не курю, не употребляю алкоголь, не злоупотребляю им. Еще рано, мне кажется. Ну, это уже бы рано. Может быть, у Вас просто есть к этому какое-то отношение свое особо? Нет, особого отношения к этому нет. Но я против всего, что вредит здоровью. Вы считаете, что девочка не должна... Я спортсмен, и я на здоровый образ жизни, как была, так и остаюсь, и придерживаюсь его на данный момент. Ну, вот это же.